Подскажите, пожалуйста, как объяснить ребенку, почему Бог ее не исцеляет? Точке 8 лет у нее опухоль, доброкачественно ей нужно будет делать операцию. Мы причащаемся, ходим на службу по воскресеньям, ездили к мощам святых, молимся о исцелении. Я как взрослый человек понимаю, что не все молитвы Бог исполняет, так как не все нам полезно. Но она плачет и не понимает. И я боюсь, что это может отвернуть ее от Бога, что она перестанет молиться и ходить в храм. Я ей говорю, что Бог есть любовь, но она говорит, почему же Он меня не исцеляет? Ведь Евангелие она знает и Библию читает и знает о том, что Бог исцелял людей. Что делать взрослым в таком случае? Действительно, это очень прагматичный и очень тяжелый вопрос. Это вопрос в конечном итоге о существовании в мире зла, потому что болезнь – это безусловное зло. Бог не создал смерти и не радуется погибели живущим, говорит Священное Писание. Совершенно однозначно, что в его воле, в его акте желания не значится ни болезнь, ни смерть никого из людей. Однако они происходят в мире. Происходят они в мире, который в грехопадении тлеет. Об этом говорит апостол Павел, указывая, что последствия человеческого грехопадения, к сожалению, распространены даже не только на потомков Адама и Евы, а на весь видимый космос. Апостол говорит о том, что творение стенает и мучается, ожидая свободы славы чад Божьих. То есть весь космос через человека, как связующее звено между миром материи и Духа, когда это звено лопнуло, отпав от нормального, естественного взаимодействия с Богом, начал двигаться энтропийно, начал двигаться в сторону распада и смерти от Бога, который есть жизнеподатель. Бог не смотрит на этот процесс равнодушно. Он активно привлекает творение к себе, но делает это, опять же, во-первых и главных, через человека, через то же самое связующее звено, которое должно вернуть все творение в его должное состояние. И говоря конкретно о болезни ребенка, ну и в принципе, да, как бы о любой тяжелой болезни, нам нужно иметь в виду. Это происходит не потому, что Бог, опять же, повторюсь, этого хочет, не потому, что Он считает это нужным и полезным, или Он не исполняет молитвы, потому что вот нужно болеть, ни в коем случае. Но для понимания тайны страдания существующего в мире я вряд ли дам ответ на этот вопрос, да, я скорее сориентирую вас в направлении. Нам нужно обратить внимание на Христа Иисуса, о Котором мы точно можем сказать, что не было на нем никакого греха. Он не сотворил никакой неправды, да, Он не сделал никакого зла и страдал исключительным образом. Так что, глядя на него, казалось, что вот Он-то, конечно, истезуем Богом, причем явно за дело, да, потому что не может человек вот таких страданий получить ни за что. Так не бывает. Более того, мы можем увидеть в второй главе книги «Премудрости Соломоновой» ту логику, с которой, собственно, истязатели Христа смотрели на этот процесс. Вот я позволю себе обратиться к этой книге, и мы увидим то, о чем, с одной стороны, не говорят сами евангелисты, то есть, логично, не могут нам предложить того, чем мотивировались, да, и как рассуждали те люди. Но вот эта книга, написанная за сто с лишним лет до этих событий, на самом деле удивительным образом, как бы, предкрывает нам определенного рода вот эту тайну, определенную завесу этого рода логики. Итак, вторая глава. С 12 стиха. «Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах наших против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания, объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа. Он перед нами обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. «Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его. Ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. «Осудим его на бесчестную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет». Если ты сын Божий, сойди с креста или оставь, вдруг придет Илья снять его. Вот она тайна страдания в мире. Не хочет его Бог. Но в мире, где господствует зло, грех и смерть, иногда из глубины страдания только и достигается тот результат, которого Бог ищет. И в этом смысле, в смысле Христа, это результат безусловный. Он, войдя внутрь страдания, преодолевает его. Он, войдя внутрь смерти, приходит к воскресению. Поэтому, говоря о конкретном больном ребенке, мы, безусловно, можем сказать, что с ней сострадает и с ней соболезнует Бог. Ему не все равно. И он не исцеляет ни из каких-то педагогических соображений, что хорошо и правильно находиться в этом состоянии. Отнюдь. В конечном итоге, весь мир он движет к абсолютной свободе, в том числе свободе от всякого страдания. Но ввиду того, что мы находимся в космосе, который в падении проживает себя, в абсолютном большинстве случаев, будучи подчиненным его законам, мы несем на себе его тяготу. Но чтобы и в несении ее явить славу Божию. Как в конечном итоге, Христос сказал о слепорожденном, когда его спрашивают, по чьим же грехам, по его или по родительским, он слеп. Христос ответил не по его и не по родительским, но чтобы слава Божия была явлена на нем. Так всякая наша слабость, всякая наша нецелостность и всякая наша болезнь, в конечном итоге, может быть, даже не получая видимого зримого исцеления, может служить и послужит к прославлению Бога. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.